В некоторых странах на передней части автомобиля слова «скорая помощь» пишут задом наперёд. Странно, да? Однако этому есть причина. Так водитель перед машиной скорой помощи может быстрее прочитать надпись в зеркале заднего вида, уйти в сторону и пропустить автомобиль. Самый быстрый порыв ветра, зафиксированный на нашей планете, достигал невероятных 407 км в час. Тропический циклон Оливия обрушился на западное побережье Австралии в 1996 году, принеся с собой сильные ветры. Больше всего досталось острову Барроу, который находится недалеко от побережья. Кстати, предыдущий рекорд составлял 371 км в час. Население нашей планеты уже почти перевалило за отметку 8 миллиардов. Хорошо, что наш общий дом просто невероятно огромен. И это можно продемонстрировать на простом примере. Если бы все люди мира встали плечом к плечу, то смогли бы поместиться в Лос-Анджелесе. Растущий мох можно найти в любой пустыне мира. Невероятно, но мох может получать воду прямо из воздуха. Используя тончайшие волоски на конце листьев, он впитывает влагу из любых источников, даже отдельные молекулы воды. Чтобы уберечься от акул и косаток, дельфины выработали интересную тактику. Одно полушарие их мозга обычно бодрствует, в то время как другое дремлет. Эти морские млекопитающие недаром известны как одни из самых умных существ на планете. Они оптимально расходуют энергию мозга. Среди загадок нашей Солнечной системы есть одна, которую редко обсуждают. Это название Земли. В отличие от всех других планет, наша не названа в честь греческого или римского божества. Откуда произошло ее имя? Неизвестно. В наши дни многие люди щеголяют бородой и усами, но есть и те, кто боится растительности на лице. У них самая настоящая паганофобия – страх бороды и ее обладателей. Исследование 2018 года показало, что в бороде содержится больше бактерий, чем в собачьей шерсти. Так что страх, в общем-то, обоснован. Облака не такие легкие и пушистые, как кажется. Одно облако может весить до 450 тысяч килограммов. Чтобы вычислить это, достаточно умножить плотность воды в облаке на его объем. К счастью, для нас облака не падают на землю, потому что воздух под ними еще тяжелее. Канарские острова названы в честь собак, а не птиц. На самом деле, это канарейки названы в честь островов. На испанском языке тот район называется Islas Canarias, что происходит от латинского словосочетания, означающего «остров собак». Чем пустее ваш холодильник, тем больше холодного воздуха теряется, когда вы открываете дверь. Получается, вы заставляете его работать впустую. Если холодильник заполнен, выходит меньше холодного воздуха, так как продукты удерживают холод. Не забывайте вовремя пополнять запасы. По словам астронавтов, в космосе пахнет барбекю и топливом. Считается, что этот запах вызван звездами и космическим вакуумом, вытягивающим частицы металла из космического корабля. В августе 2013 года НАСА решило использовать двигатель химической лаборатории марсохода Curiosity необычным способом. После первого успешного года миссии на Марсе марсоход был запрограммирован на празднование. За миллионы километров от дома Curiosity в полном одиночестве пробурчал мелодию песни Happy Birthday. Радуга в дневное время – довольно распространенное явление. Но мало кто знает, что это может произойти и ночью. Когда в полнолунии стоит туман или рядом есть водопад, можно увидеть лунную радугу. Среднестатистически человек за свою жизнь может обойти Землю около пяти раз, если в среднем проходить по семь с половиной тысяч шагов в день и дожить до восьмидесяти лет. За всю жизнь получится пройти порядка двухсот шестнадцати миллионов шагов или ста восьмидесяти тысяч километров. Наверняка вы иногда обещаете сделать что-то за одно мгновение. Но только если вы не Супермен, сдержать такое обещание невозможно. Мгновение – это промежуток времени, равный примерно одной триллионной секунды. Радуги встречаются не только в небе. Река пяти цветов в Колумбии ярче, чем любая радуга, которую вы когда-либо видели. Этот живописный водоем приобретает свою окраску благодаря водорослям, которые в нем живут. С мая по ноябрь речные водоросли становятся ярко-желтыми, синими, зелеными и красными. Когда река милеет, цвета в ней становятся еще более невероятными. В июне 2020 года мост «Золотые ворота» в Сан-Франциско заговорил. Ну, по официальной версии, это был ветер, проходящий через недавно установленные поручни. Странный звук можно было слышать на расстоянии в несколько километров. Как бы то ни было, мост наиболее безопасен, когда сталкивается с меньшим сопротивлением ветра, а звук — это верный признак того, что сильные ветры проходят через мост плавно и равномерно. А еще Сан-Франциско — один из тех городов, где, проезжая по склонам, можно увидеть больше неба, чем дороги. Самые крутые улицы находятся под углом 27 градусов. Болдуин-стрит в Новой Зеландии не сильно от них отличается. Это улица в Донидине, на самом юге острова. Вошла в Книгу рекордов Гиннесса благодаря уклону в 34,8%. Из-за него кажется, будто дома провалились в землю. В среднем американцы тратят около двух с половиной дней в год на поиски вещей, которые они потеряли. Чаще всего теряются очки, пульты дистанционного управления, телефоны и ключи. Вы когда-нибудь видели, как стрекоза с важным видом куда-нибудь ползет? Это вряд ли. У нее есть шесть лапок, как и у большинства насекомых, но предназначены они не для ходьбы, а для хватки и сохранения равновесия. Вам не показалось. Кошки действительно могут контролировать ваш разум. Они меняют тембр мяуканье, чтобы оно звучало еще более жалобно и легко нами манипулируют, заставляя давать им дополнительную пищу или уделять больше внимания. В Австралии есть озера розового и фиолетового цвета. Озеро Хиллер, известное своим ярко-розовым цветом, расположено на юго-западе Австралии. Розовый цвет вызван водорослями и высоким содержанием соли. В этом водоеме безопасно плавать. В лагуне Хат, которая находится относительно недалеко, тоже много водорослей. В зависимости от времени года и облачности цвет этого водоема может варьироваться от красного до розового и сиреневого. За восприятие вкуса отвечает прежде всего обоняние. Наш рот в первую очередь ощущает текстуру. Это значит, что в отсутствии запахов яблоки, картофель и лук будут иметь одинаковый вкус. Вы можете это проверить. Просто плотно зажмите нос. Вечером ваш рост немного меньше, чем утром. А все потому, что в течение дня хрящевая ткань в позвоночнике постепенно сжимается. Во время сна хрящевая ткань начинает расправляться как пружина. Избавляясь от напряжения, она к утру делает вас чуть выше. Более двухсот мышц вашего тела включаются в работу при каждом шаге. Они тренируются всякий раз, когда вы встаете, чтобы немного пройтись. Сейчас вокруг Земли летает более трех тысяч спутников. И это если не брать во внимание мусор, который плавает в космосе. Вокруг Земли вращается более ста миллионов единиц мусора размером от булавки до автомобиля. Самый нелюбимый шрифт в мире – Комикс Санс. Он выглядит мило и игриво, но его использование часто считают признаком незрелости и непрофессионализма. Комикс Санс был разработан Винсентом Коннором в 1995 году. Но даже сам автор не любит его использовать. Большой палец не издает ни звука, когда вы щелкаете пальцами. Звук, который вы слышите, на самом деле создается средним пальцем, ударяющим по ладони. А большой палец просто обеспечивает правильный угол, чтобы получился этот щелчок.